Проект «Про ЖКХ-2.0» функционирует в муниципалитете уже второй год. На семинарах, которые устраивают в рамках проекта, поднимаются самые разные темы от создания советов многоквартирных домов до тарифов и капитального ремонта. Ассоциация представителей советов многоквартирных домов совместно с Министерством ЖКХ разработала целый курс. Это было сделано в прошлом году. Уже открытые семинары у нас проходили. В прошлом году мы провели 14 обучающих семинаров. В июле месяце. Приглашаю всех жителей Ленинского района. Вход бесплатный. В этом же здании, в историко-культурном центре, 4 и 25 июля в 16.00 будут открыты уроки про ЖКХ. В прошлом году такие уроки посетили свыше 650 человек. И вот новый семинар в центре внимания – капитальный ремонт. Капитальный ремонт – больная тема для многих жителей муниципалитета. Здесь до сих пор, как говорится, вопросов больше, чем ответов. Поэтому на открытый урок проекта про ЖКХ 2.0 на эту тему пришло много жителей. На семинар пришли в основном председатели многоквартирных домов. И у каждого было много вопросов. У нас новый многоквартирный дом. Наш дом включен в программу капитального ремонта. Но у нас по этой программе имеются вопросы, как у жителей, как у собственников. Мне бы хотелось, чтобы эти деньги пришли на другой вид работы, который у нас будет на следующий год. Но нам их не выделяют. Мы бы хотели, чтобы хоть что-то изменилось немножко. У нас только создан был совет управления домом. То есть у нас люди были очень далеки от этих моментов, когда и жители могут решать, принимать какие-то решения о судьбе нашего дома. Поэтому нам очень интересны эти вопросы. Жители смогли не только задать свои вопросы, но и получили справочные брошюры, в которых подробно и обстоятельно описаны самые важные темы, касающиеся сферы ЖКХ. Вопросы, которые не удалось решить на месте, директор фонда капитального ремонта брал на карандаш. Он рассказал, что в этом году на капремонт в Ленинском районе планируется потратить значительно больше, чем в прошлом. В прошлом году программа была здесь порядка 350 миллионов рублей. В этом году у нас более 700 миллионов рублей. Основное внимание будет уделено кровлям и фасадам. То есть мы намерены порядка 50 домов привести в порядок в этом году в Ленинском районе. Вопросов было очень много. Мероприятие растянулось больше, чем на два часа. Жителям рассказали, каким образом можно определить перечень работ по капремонту, как попасть в региональную программу, как проводятся начисления, с какого периода, каким образом можно перейти на спецсчет со счета регионального оператора, и можно ли будет вернуться обратно, и что делать, если собственник получил квитанцию за должностью. Екатерина Борисова, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ.